Выбор каши для завтрака жизненно важен, потому что человеку нужна энергия в течение всего дня. Употребление на завтрак хлопьев или сухих завтраков весьма заманчиво. Ну а цельнозерновые злаки с высоким содержанием клетчатки обеспечивают организм человека множеством питательных веществ, энергии и улучшают здоровье сердца. Но прежде чем продолжить просмотр, просим вас подписаться на канал, чтобы вы не пропускали новые полезные материалы. А наша команда в свою очередь будет делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Цельнозерновые злаки В супермаркете следует выбирать крупы с маркировкой «цельнозерновые». Эти злаки являются оптимальным источником многих витаминов и минералов, включая витамины группы В, фолиевую кислоту, железо, магний и селен. Железо помогает транспортировать кислород из крови к различным тканям вашего тела. Фолиевая кислота помогает организму образовывать красные кровяные тельца. Кроме того, цельнозерновые продукты могут помочь снизить уровень холестерина и жировых отложений в организме, что впоследствии снизит риск сердечного приступа или инсульта. Замена цельнозерновых злаков на рафинированные злаки – это начало улучшения здоровья сердца. Злаки с высоким содержанием клетчатки Злаки, богатые клетчаткой, помогают снизить уровень холестерина, что в свою очередь может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, клетчатка дает ощущение сытости, что снижает переедание. В конечном итоге употребление большого количества клетчатки может помочь вам похудеть, что также снизит риск инсульта и сердечного приступа. Хлопья, содержащие 5 граммов клетчатки на порцию, обеспечивают 20% рекомендуемой дневной нормы потребления. Злаки с низким содержанием сахара Готовые каши с повышенным содержанием сахара содержат подслащивающие добавки, которые примешиваются к злакам во время обработки. Примеры добавленных сахаров включают кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, коричневый сахар и кукурузный подсластитель. Употребление таких злаков может привести к увеличению веса, а избыточный вес – главный фактор риска сердечных заболеваний. Злаки с низким содержанием насыщенных жиров Злаки с высоким содержанием насыщенных жиров повышают уровень холестерина в крови, а высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Молоко, добавленное каше на завтрак, также может содержать много насыщенных жиров. Замена цельного молока обезжиренным помогает ограничить ежедневное потребление насыщенных жиров. Полезная каша может снизить риск сердечных заболеваний. Диетологами проведен систематический обзор и метанализ 12 исследований цельнозерновых продуктов, в которых приняли участие 786 тысяч 76 участников. Было обнаружено, что употребление 70 граммов цельного зерна в день, столько же, сколько и каша, в толстой кишке снижает риск смерти от любых причин на 22%. В частности, смертность от рака снизилась на 20%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 21%. Ученые считают, что цельнозерновые продукты помогают снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови, а также дольше сохранять чувство сытости. У тех, кто употреблял 90 граммов цельнозерновых продуктов в день, наблюдалось следующее. Риск ишемической болезни сердца снизился на 19%. Риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 22%. Риск смерти от инсульта снизился на 14%. Риск рака снизился на 15%. Риск респираторных заболеваний снизился на 22%. Риск инфекционных заболеваний снизился на 26%. Риск диабета снизился на 51%. Крупы являются одним из основных продуктов питания во всем мире и обеспечивают в среднем 56% энергии потребления и 50% белка. Каша – это полезное и питательное начало дня любого человека. Тем не менее, ведется много споров о том, какие каши будут наиболее полезны для здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы. Мы выбрали 4 вида самых полезных каш, регулярное употребление которых поможет поддержать работу сердечной мышцы должным образом. Овсяная каша Есть много разновидностей овсянки. Это могут быть овсяные хлопья или дробленый овес, в том числе овсяная каша быстрого приготовления. Независимо от типа, формы или размера, все виды овсянки на прилавке супермаркета являются цельнозерновыми и содержат растворимую клетчатку бета-глюкан. Она может помочь снизить уровень холестерина при ежедневном употреблении 3 грамм или более его. Например, порция овсяной каши 40 грамм содержит 2 грамма бета-глюкана. Овсяная каша быстрого приготовления не будет вредной, если вы избегаете ароматизированных или подслащенных версий. Какую бы кашу вы не выбрали, готовьте ее с обезжиренным молоком или на воде, чтобы снизить калорийность и минимизировать количество насыщенных жиров. Не добавляйте в кашу соль, так как чрезмерное потребление натрия может со временем поднять кровяное давление. Для дополнительного аромата добавьте в овсянку фрукты, бананы, ягоды, изюм, яблоки или финики. А вот щепотка корицы придает сладкий вкус без сахара. Гречневая каша Гречиха считается псевдозлаком. Это не зерно, а семя, которое используется также, как и злаки. Гречка приобрела популярность еще с древних времен и сейчас она незаменима в рационе людей, страдающих аллергией на глютен, поскольку гречиха не содержит его. Гречиха богата клетчаткой, белком, питательными веществами и антиоксидантами. Из-за своих многочисленных преимуществ она считается незаменимой в сбалансированном питании. Употреблять гречку можно несколькими способами. Например, можно приготовить вкусную гречневую кашу или из ее муки можно делать блины и лапшу. Вы знали, что знаменитую лапшу соба на самом деле делают из гречневой муки? Из-за своего питательного состава гречка считается суперпродуктом. Она не только богата клетчаткой и белком, но также и фолиевой кислотой, магнием, марганцем, ниацином, фосфором, цинком и витамином В6. Регулярное употребление гречневой каши улучшает здоровье сердца, так как она богата фитонутриентами, в частности, рутином. Этот конкретный фитонутриент отвечает за улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает снизить уровень холестерина и стабилизировать кровяное давление. Кроме того, антиоксиданты в гречке помогают уменьшить воспалительные процессы в организме и снизить уровень плохого холестерина или ЛПНП. Также гречневая каша снижает уровень сахара в крови. Гликемический индекс – это способность углеводов усваиваться кровью и отдавать энергию. Продукты с высоким гликемическим индексом могут вызвать скачок уровня сахара в крови, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Гречка эффективно помогает снизить уровень сахара из-за своего низкого гликемического индекса, и в результате углеводы медленнее усваиваются. Регулярно употребляя гречневую кашу на завтрак, вы не только получаете энергию, но и помогаете регулировать уровень сахара в крови. Каша из кукурузной крупы Кукуруза считается овощем, но на самом деле это зерно, богатое клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Кукурузная каша обладает следующими преимуществами. Снижает риск анемии. Кукуруза богата витамином В12, фолиевой кислотой и железом, которые помогают в производстве красных кровяных телец в организме. Каша из кукурузы помогает снизить риск анемии, обеспечивая достаточное количество питательных веществ, необходимых для производства эритроцитов. Один стакан кукурузной крупы содержит 125 калорий, 27 г углеводов, 4 г белка, 9 г сахара, 2 г жира и 75 мг железа. Снижает уровень сахара и холестерина в крови. Употребление кукурузной каши благотворно сказывается на усилении кровотока, снижении всасывания холестерина и регулировании уровня инсулина. Пшёная каша Пшено-доступная крупа для людей с любым доходом. Она обладает прекрасными органолептическими свойствами и благоприятно сказывается на работе сердца и сердечно-сосудистой системы. Пшено не содержит клейковину и является источником таких питательных веществ, как медь, магний, фосфор и марганец, которые незаменимы для поддержания здорового образа жизни. Сбалансированная диета, богатая питательными веществами, снижает риск сердечных заболеваний и других опасных для жизни болезней. Но если регулярно добавлять в свой рацион пшёную кашу, эффект от такой диеты повысится в разы. Пшено содержит клетчатку, которая полезна для повышения чувства сытости и стимуляции кишечного транзита. Причём одним из характерных веществ пшёнки является кремниевая кислота. Характеристики питательных веществ, содержащихся в пшёной каше. Фосфор – это минерал, который входит в состав множества белков и ферментов, благодаря чему он участвует в различных процессах в организме, включая регулирование pH и восстановление клеток. Он также является неотъемлемой частью минеральной фракции костей и зубов. Содержание фосфора в просе – 285 мг. Магний. Одно из основных действий магния – балансировка нервной системы. Его недостаток вызывает раздражительность и бессонницу. Помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и регулировать сокращение мышц. Тиамин. Этот витамин способствует энергетическому использованию питательных веществ, но также участвует в регуляции мышечной и нервной системы, а также сердца. Благодаря этому витамину мы можем получать энергию, позволяющую нашему телу выполнять свои функции. Ниоцин. Витамин В3 помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, поскольку повышает уровень хорошего холестерина и снижает уровень плохого и триглицеридов. Кроме того, он оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Одна порция пшеной каши обеспечивает почти 30% ниоцина, который мы должны принимать ежедневно. Фолиевая кислота. Фолаты – это провитамины, то есть предшественники витамина В9. Этот витамин необходим для правильного роста и размножения, а также для развития нервной системы. Он также участвует в синтезе гемоглобина – белка, который отвечает за транспортировку кислорода к различным тканям тела. Содержание фолиевой кислоты в пшене очень велико, и одна порция каши удовлетворяет почти половину суточной потребности. Кремниевая кислота. Это вещество способно стимулировать выработку коллагена, приносящего пользу коже и кератина, укрепляющего структуру волос. Пшено содержит незаменимые жирные кислоты, которые помогают предотвратить увеличение веса и избежать высокого уровня холестерина, сердечных приступов и других сердечных заболеваний. С чем можно есть кашу? Как ни странно, но еда может использоваться как средство профилактики. Полезные каши при систематическом употреблении могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а если к этим кашам добавить еще несколько вкусных и полезных ингредиентов, то их целебный эффект может увеличиваться в разы. Семена льна. Они снижают общий холестерин и липопротеин низкой плотности на 5-15%, а триглицериды на 36%. Благодаря альфа-линолевой кислоте регулярное добавление семян льна в кашу повышает уровень хорошего холестерина, способствуя профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Грецкие орехи. Известно, что 3-4 ореха в день могут значительно снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и частоту сердечных приступов у здоровых людей. Они также содержат омега-3 и оказывают благотворное влияние на контроль веса. Просто добавьте несколько дробленых грецких орехов в кашу, и вы получите очень вкусный и полезный завтрак. Только одним питанием снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний невозможно. Необходимо также изменить свой образ жизни и прекратить курить. Курение негативно влияет на работу абсолютно всех внутренних органов, в том числе и сердца. Если у вас избыточный вес, то похудеть. Вы не можете сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью. А если вы страдаете ожирением, не забывайте снижать вес только на 3-4 кг в год, иначе вы не сохраните результат с течением времени. Если у вас высокое кровяное давление, уменьшите потребление соли. Ешьте не менее 5 порций овощей или фруктов в день и немного темного шоколада. Ешьте рыбу раз в неделю, желательно жирных сортов. Делайте спортивные упражнения или гимнастику не менее 30 минут в день или по 60 минут 3 раза в неделю. Психическое состояние очень важно. Снятие стресса, разрешение конфликтов. Не ешьте слишком много животного белка, замените его на те, которые содержатся в цельнозерновых и бобовых. Ешьте нежирные продукты, в основном овощи и цельные продукты, а также избегайте сладких напитков. Ешьте свежие нежирные молочные продукты. Это все, что мы хотели поведать вам сегодня на эту тему. На канале вы сможете найти видео о пользе овощей и фруктов, о болезнях и способах их лечения, а также о всем, что связано с садом, домом и огородом. Поэтому просим не забывать подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще будем благодарны, если понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь видео со своими родными, близкими и друзьями. До скорых встреч!